Селитой радостью принимайте, братья мои, и подпадайте в отличные искушения. Знаю, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенно на всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас не достает мудрость и допросит у Бога, дающему всем просто и изуперок, даст Сына. Восходит солнце, настает зною, и зною искушает траву, следую опыта, исчезает красота вида ее, так повидая в богатых путях своих. Блажен человеку, который переносит искушение, потому что, будь испытан, он получит венец в жизни, которую обещал Господь, любящий Его. В искушении, говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушает за злом, и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной богатю. Богать же зачат, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенно не сходит свыше. От Отца Света, у которого нет изменений и нигде не перемены. Восхотел, родил у нас Словом истины, чтобы нам бы некоторым начатком его создать. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек добудет скорого слышания, медленно слова, медленно гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости привите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители Слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица в своем зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и туча забыл, кого он. Но кто уникнет закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем за будущим, но исполнителем дела, вложен будет в своем действии. Если кто из вас думает, что он благочестив и не опустывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие, чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать силы и вдох в их скорбях и хранить себя неоскверленным от мира. Спасибо, друзья. Давайте в ближайшие мысли, к примеру, в акцию на минут 10, мы порассуждаем в этих стихах, которые мы вместе с вами прочли. И если у кого-то будет какая-то мысль, пожалуйста, с микрофона можно будет подойти и высказать эту мысль. Начнем с первого стиха, пожалуйста. Иакаха, рода Бога и Господа Иисуса Христа, в 12 коленах, находящихся в рассеянии, радоваться. Если у вас сейчас какая-то мысль, пожалуйста, можете поделиться. Но для начала вопрос. Вот посмотрите, а фото Яков пишет, радоваться. И зададите вопросом, когда мы, верующий человек, когда мы с вами можем радоваться, находясь в каких-то обстоятельствах. Вот здесь написано, что находящийся в рассеянии. Рассеяние – это тогда, когда каждый находится в разных сторонах. У людей тоже бывают такие ситуации, когда мы находимся в одиночестве. То есть, например, в принятии какого-то решения, мы чувствуем одиночество, понимаем, что ответственность лежит только на мне. И только я могу принять этот шанс. Кажется, что я одинок, мне никто не может помочь. И даже в этой ситуации апостол Яков призывает радоваться. Более того, здесь речь идет о том, что мы можем контролировать свое внутреннее состояние. В любых обстоятельствах мы можем радоваться. В частности, вот в котором поставили комитет, апостол Павел подтверждал эту мысль. Он говорит, что нас нагарчают, а мы всегда радуемся. И здесь речь идет не о простой радости. Знаете, в некоторых людей, я помню, одна знакомая рассказала, что она у тебя ехала в маршрутке, и что-то вспомнила, и начала улыбаться, знаете, и как бы люди на нее смотрят, непонятно, на нее с вами все смотрят и улыбаются. Не о такой радости здесь идет речь. О какой радости идет речь? Кто бы у нас вместо своего послеза? Юра, как ты считаешь? О какой радости здесь идет речь? Ну вот, когда мы продолжаем. Второй стих он тоже раскрывает. Это слово «радоваться». Но первый стих стоит в тюреме, и в конце слово «радоваться». Что интересно, 12 кленов, находящихся в России. То есть Яков, он описывает обстановку, и начинает это послание с первой головы вот так вот, как получил веки. Радоваться. И дальше я вам вот эту мысль продолжаю. Ага, дальше прочитаешь, а мы говорим, 4-4. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные скушения, зная, что испытание в вашей вере производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное, совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте без всякого недостатка». То есть, они были в России, скорее всего, у них были трудности, искушения, испытания. И всего у этого есть какая-то цель. Почему я должен принимать это с радостью? Испытывается моя вера. В такой момент, что да, в искушение, когда интересно подрадоваться. Когда попадаете в различные неслушения. И вот в искушениях очень часто человек применяется. В частности, появляется его верность. Вы знаете, я когда-то у нас слушал проповедь за верность, и человек говорит, что, например, на необитаемом острове о верности нет смысла говорить, потому что, например, муж, женой живут на необитаемом острове, и никого вокруг нет. Ну, смысл говорить о верности, да? То есть, а если они попадают в различные искушения, там уже немножко по-другому. То есть, обстоятельства тоже играют большую роль. Дальше, посмотрите, знаю, что в третьем стихе испытание вашей веры производит терпение. Терпение, оно в нашей жизни очень важно. Вспомните, солны, однажды чуть-чуть не дотерпел, принес их в жертву, животное, жертвенное, до того, как пришел со мной, хотя он обязан, но должен был его дождаться. И мы видим, что Бог решает ему царство. Написано, что раскаялся Господь, что поставил солны царем. Вы представляете, терпение, чуть-чуть человек не дотерпел. Буквально там, вы как, помните, в позапрошлый раз Александр Пеганов говорил о том, что терпение нужно, что враги тоже в некоторых вопросах. Потому что, как бы, враг 7 месяцев назад, а 9-месячный ребенок рождается. Понимаете, то есть этот момент очень тоже важен. И да, это терпение, 4-месячный, мы должны иметь совершенные действия, чтобы вы были совершены во всей волноте. без всякого недостатка. А обратите внимание, что здесь речь идет о гармоничном развитии личности. Бог хочет, чтобы мы были развиты и в духовном плане, и в митингвальном плане, и в психологическом плане, чтобы мы были развиты. И в нашем здоровье, и в наших финансах, и в наших отношениях. Бог хочет, чтобы у нас была полнота без всякого недостатка. Но, порой, человек испытывает в своей жизни какой-то недостаток. Мы уже перечислили в этой сфере. Почему? Какова причина для этого недостатка? Мы видим, что порой недостает терпение. Где-то человек, ну, того лица, я не знаю, не хватает терпения, встать на колени в Малинске, не хватает терпения, открыть Библию, почитать. А потом в своей жизни испытывают какие-то определенные сложности. Терпение нам необходимо. Я бы сейчас попросил, Александр, осенил такой вопрос по теме. Проведи границу между испытанием и искушением. И это долго. Испытание может быть дальше. Посмотри, не покажется. Испытание может вызвать Бог. Искушение может не посылать. Допустим, что каждый искушается, обращаясь собственной помощи. Как? В данных стихах? Просто так, когда Бог посылает это испытание, то есть искушение неправильно отнести к этому испытанию. То есть искушение проявляется в реакции, на посылаемое теперь испытание. Или ты будешь испытан, у тебя есть искушение, или же перенести это достойное правило принять и правильно найти. Но есть искушение неправильно отойти и неправильно понять. А как мы с этим искушением справились? Например, как поступить в той или иной ситуации в следующий стихе? Давайте прямо с тем, Если же у кого из вас не достает мудрости, допросите Бога, дающего всем простые результаты, при расцении. Спасибо. Вы посмотрите, вы считаете мудрость, если же у кого из вас не достает мудрости. У кого из вас не достает мудрости? Честно, давайте поймем. Как часто мы просим Бога мудрости? Как часто мы просим Бога мудрости? Господи, дай мне мудрость, просто теореток написано. Вот Олег каждый день просит. Кто еще каждый день просит? Вот у вас есть такая мудрость. Видите его и живет. Слава Богу! И Бог с вами не просит. Посмотрите, вот как написано. Он дает просто и без упреков. Вспомните, когда Соломат просил Бога мудрость. Тебе он был в голову мудрость. Что дать попросить? Сегодня он то же самое дает. Вот что вам дать? Спросите. Хотите мудрости? Пожалуйста. Вот вам мудрость. Вы просите мудрость, мудрость. Вы знаете, у нас в вашей жизни часто встречается в ситуации, когда мы стесняемся, боимся кого-то, чтобы попросить. Бывает в эту ситуацию? Вот я сам здесь бываю в ситуации, когда человек боится в послуге, для одной стороны он едет, попросить человека, кто говорит, остановите здесь, пожалуйста. Он, может быть, остановил бы, а вдруг не остановил. И боится человека, да? Или в какой-то другой ситуации. Что-то просит вам помочь. А очень часто попросил человек, тем более поможет Богу. Но каким образом нужно просить? Давайте следующий стих. Здесь о чем идет речь? Здесь речь идет о том, что нужно просить как? Сверху. Вспомните Авраам. Когда написано, что Авраам поверил Богу, и это изменилось ему в правильность. И вот такой вопрос, который говорит, о вере в любых обетованиях Божьих. И вообще каким образом вера в нашей жизни срабатывает. Вот, например, написано, что сомневающийся подобит морской волне. Морская волна – это что-то правда. Вверх, вниз, вниз. Это говорит о нестабильности. Вы часто когда-нибудь видите, когда и в Бог встречаются с людьми, у которых нестабильность в жизни. И их мысли, взгляды, действия, слова. Завтра он в Бог уговорил, поступал под Богом, а последствий через соседу другого поступает. Вводя Санта, подерживаясь с отвою своей, а богатым движением стоит, потому что он ведет как цвет на водоле. Господи, словно Санта, устает, что из нами совершает его. Цвет ее обогает, исчезает высота вида ее, там поведает его. И богатый, и богатый, и богатый. Здесь даже написано, что быть богатым – это даром Бога. То есть, если он не присваивает это богатство себе и своим засунком, то это Господь его сам славит. А если он говорит, что он оттаял… То есть, речь идет о нашем отношении как-то, нахуй или наоборот? Ну, да. Там написано конкретно, но вопрос. То есть, что всегда все диваны не сгорят. То есть, нехорошо, когда человек держится на земле недавно, там, в Санкт-Петербурге, стоял вот где-то возле родов, где подъехала машина, десяточка новенькая, вот он вышел, тряпочкой ее вытирает, за ней следит, неужели там можно привлечься к сердцу какой-то вещь, когда человек все что-то держится. Вот. И, конечно, когда человек держится за богатство, оно написано, что он подсходит в солнце, и все, богатство все ходит. Вспомните притчу о богате обогачил Белазареву. Да? Что богач умер Белазареву. Богач получил свое наиболее, неправильно у него было отношение, а Белазарев наслаждался уже мнением. Белазарев, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит принять жизнь, которую обещал Господь в обучении Бога. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается с Богом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обращаясь в собственную поподь. Дальше. Спасибо. Вот посмотрите, я бы сейчас сразу хотел обратить на следующую мысль. Так, положи человека, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни. Посмотрите, человек охотится в состоянии искушения. Перенося это искушение, он получает венец жизни. Это один человек. Второй человек, он попал в искушение, увлекается, обращается собственной похотью. Похоть, зачем рождает грех? Деву грех рождают смерть. И тот человек искушение, и другой человек искушение. Один человек после искушения получает венец жизни, другой человек получает смерть. Мы с вами находимся в одних и тех же условиях перед Богом. Мы все равны. Но один достигает чего-то большее перед Богом. Что-то большее Бог ему дает благословение. А другой человек, опять-таки, благодаря своим неправдным поступкам, он получает чего-то в своей жизни. И в этом случае и тех же, потому что Бог дает одни и те же обстоятельства, одни и те же усилия. И скушит. У одного человека искушение и у другого человека искушение и у него смерть. И вот грех там, вот Юра просит пример, но каждый искушается, обольщаясь собственной похотью. Похоть, кстати, вот я посмотрел, греческий перевод – это желание, вожделение, страсть. То есть похоть – это не обязательно какое-то извощенное сексуальное влечение. Это просто может быть какое-то желание. Человек хочет приобрести какой-то сотовый тимфон, плотшение, ногу-куку или что-то, или большинку-куку. И вот это большое желание, то это желание может его обольстить. Потому что благодаря, ну, для того, чтобы достичь своей цели, он может пойти на грех. А грех рождается нет. Кстати… Кредит, да? Бог так замучил, что кредит спасает. Кстати, с кредитом очень разные отношения. Просто помутная мысль. Помните, когда Иисус Христос раздавал таланты? Одному таланту дал ему пять, одному человеку пять талантов, другому дал два таланта, иному – один талант. Человек, которому дал пять талантов, он приобрел на них еще один. Пустил оборот. Человек, у которого два, два таланта – один таланта, потому что он закопал. Вот эти три таланта, два таланта и один таланта. Чьи ли это были? Этих людей этот талант – это деньги именцы, или этого господина? Чьи таланты были? Господина были. А о ком идет речь? Кто это господин? Кто это господин? Иисус Христос – Бог. Бог. То есть, Бог дал, или несловатый кредит. Можно же это сказать, да? И так как человек уступит с этим кредитом, уже ибо впоследствии. Кто-то его закопает, кто-то не правит. Но это поможет. Если мы отметим, каким образом грех работает жизнь. Сначала он тормозит развитие, потом приводит к деградации человека, и в конце – смерть. Один пример, он его попросил. Знаете, в Гремляне, как он называется? В Галорках. В Галорках. В Галорках. В Галорках. Одна команда постоянно побеждала на этой байдарке, как это сам наш план называют. И однажды они вышли опять на реку, как это было, начали плести, и остальные люди обошли, обскортили, и на финал вышли. А они самым последним пришли. И все в шоке, сильная команда, постоянно побеждали. А потом, когда они входят, они за собой байдарке, когда сходят на берег. И вот выходит эта команда, за собой байдарку тянет, оказывается, кто-то к низу привязал на этой байдарке камень большой. И вот они сколько не креплёт, этот камень он как яблок. Плывёт и мешает этим. Вот то же самое, в жизни крепкие. Вот человек старается, как на служение преуспеть, что-то в своей жизни изменить. А вот этот камень, ну, просто-напросто тормозит. А если этот камень, например, умеет свойство, как снежный бомб, все больше и больше, в другую очередь, мы можем потянуть одно. Ну давайте, у нас буквально остается еще три минутки, может быть, мы быстрее. Может, вот здесь, потому что, такой момент, а, как бы, чтобы мы остановились, то можно в нормальном моментах. Ничего страшного, если мы там затянем, это не проблема. Просто, когда мы, как в своей группе изучали послание Якова, здесь есть очень важное зерно, особенно вот в этих стихах. И мы тогда с молодежью пришли к такому выводу, что, как бороться с грехом? Такой вывод. И вот, бороться с грехом невозможно тогда, когда ты вожелал то, чего ты хочешь. Потому что, и мы пришли к такому выводу, что, невозможно, знаете, как бы представить себе женщину, которая беременна. И вот, по-человечески, в наших условиях, в мире, можно сделать опор. Да? То есть, удалить ребенка, до того, когда он родился. Так вот, такого опора, в духовном смысле, невозможно сделать. потому что, похоть, она за зачат. Похоть за зачат, рождает грех. Понимаете? О чем это говорит? О том, что, когда мы... Это, кстати, ответ на многие вопросы для братьев, для сестер. Невозможно бороться со грехом, когда ты начал о нем думать уже. Ты уже проиграешь. Библия учит нас бороться со грехом, не начиная обсуждать, или думать, или... Вот Библия сказала, не ходи туда. А ты туда пошел, значит, на звук, например. Ну, я просто пример говорю. Не там нужно бороться с грехом. Ты там уже преграл. Потому что, похоть, ты не сможешь ударить на нас зачат, обязательно родить грех. Обязательно. Поэтому, для нас такое предостережение, чтобы мы боролись, тогда, когда это возможно. А возможно бороться со грехом, не начиная и не рассуждая. Я сейчас сделаю что-то. Побыслив об этом, развлю, и за то, в любой момент, я не докажу. Братья, все же мне, не делайте этого. Лучше не начинать, не вступать, не опасаться. плода бегать там. И много-много и еще. Не обсуждают. я сейчас сильный статус, но нет, ты уже как прав. Спасибо. И вот смотрите, шестнадцатый стиль следующий идет. Не обманывайтесь, братья мои, вас любимые. Вот я бы хотел спросить вашего мнения, что значит не обманывайтесь? Ну, одна ремарка, если по правилам русского языка смотреть, то последнее, вот этот, кто-то как сутиц, кто-то как начальник, разматривает разные, ученый по-разному, обманывайтесь. Вот это с, мелький знак, это сокращенное безлимение себя. Здесь речь идет о том, что не обманывайте себя, он знает, убывайтесь, извиняйтесь, то есть убывать себя, и так далее. Нет, помните, мы говорили в прошлый раз, в прошлый раз, о секрете счастливых отношений, между мужем и женой, о том, что, когда человек вступает в скорости отношений, если он на цепи, чтобы осчастливить какого-то, что я могу им дать вдалеку жизни со своим, что я могу им дать, что я могу им дать, что я могу им принести в свою жизнь, это правильная позиция. А когда человек думает, что я могу поучить, красоту, деньги, пока, еще что-то, это неправильная позиция. Саша, я думаю, что мы как обязательно увидим тему для кредитов, и займут, так далее. Но, вот, тем не обманываетесь, я думаю, что обманываетесь, связано с тем, что, когда человек знает, что то, что он сейчас делает, это плохо, но он поступает, как хочет. Я думаю, что с понятием обманываетесь, речь идет именно об охотях, которых сам человек желает. И сам себя оправдывает. Это не грех, который ненавидит, что-то, а именно то, что он хочет. Я знаю, что у меня в машине бензина нет, но я почему-то, а мне надо ехать куда-то на свидание, да, я хочу, чтобы у меня он был, но его нет. И я, я, я думаю, что нет, я все равно, кто не мог бы идти с того, кто выносил. Такого не было. Всякая горяде с долгой, вся китайская жизнь не исходит свыше от Отца Света, у которого нет изменений на интеллект в мире. И восемнадцатый. Восхотев, продлил он на слово истинное, чтобы нам быть некоторыми начатками на сознании. Мысль какая-то есть, можно, чтобы сам понятил их. Ну, тут видно, что полностью прихотило Бога, и вот насчет даяния доброго, вот все, что и в добром человеке, что он умеет делать. Я не задумал, может быть опытным, но возможно только, ну, буквально всего доброго, что есть в человечестве. И это от Бога исходит. Показать. Спасибо. Дальше, что я прочитаю, девятнадцатый базарный стихи. Итак, Батя мои, возлюм, всякий человек, забудет скорое послышание, медленно слова, медленно огнев, и в них человек говорит право Божие. У нас, видите, вообще-то дальше ситуация, скорое послышание, нам слышать легче, а когда мы просим что-то сказать, нам медленно слова получается. На самом деле, здесь речь идет, конечно, я слышал, когда один человек рассказывал пример, о том, как внешние проявления, когда человек что-то видит, а он может иллюзорную картину схватывать, или наоборот где-то помогать. Я рассказывал, что это солдаты, или кто-то там, чтобы проявить свое почтение, якобы они, когда в церковь заходили, что они делали? Подходит к вкладочку, закрыл глаза и командирство, чтобы благочестие проявить. Должен он закрыть глаза, 10 до 10 считать. Раз, два, три. Открой глаза, садиться. И люди, соответственно, кто-то очень почестилый человек, хотя он рабочий человек просто до 10 считал. А один человек говорит, что вот, когда я с ним разговариваю, у меня мучка в руках, я раздражаюсь, я раз нажал кнопочку на кнопочку и жду до тех пор, пока мне хватит терпение, чтобы ее напустить. Медленно слова. Вот потом, как бы раздражаться, гнев немножко утихает, успокоился, подпустил кнопочку и начинает разговаривать. То есть, видите, это слова. Дальше читаем. Восберности, а по всему, отложить всякую нечистоту и отсказать словом. К родности, прийти наставляемое слово, могучее спасти ваше души. Будьте же исполнители словом, а не слышать не только обманывающиеся им себя, «Ибо кто слушает слово и не исполняет, то подобен человеку, рассмотревшему природной черте лица своего, зеркалу». Он посмотрел на себя, отошел и точился с высокой какого-то. Однажды, я молит на том, мать отошел, а там какой нет, большой такой зеркал. И когда люди заходят, там сестры, как косыночки, поправят обратно, зато и посмотрят на себя. И большими теми буквами красиво было написано, цитата из Библии, «Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». И каждый раз, когда человек подходил к молитве в церковь, в зеркал, у него постоянно перед глазами были эти слова. Давайте дальше еще прочитаем. «Но кто будет заход совершенен, заход свободы или не будет в нем, тот будет чрезвучит этот зеркал, но исполнитель дела положения в свое действование». Очень многие люди задаются вопросом, как достичь счастья? И счастье можно достичь конкретный один из советов – исполнитель. То есть, что-то делать. Если человек ничего не будет делать, у него не будет ощущения удовлетворения и счастья. Один человек, вообще делающий человек, он определяет счастье таким образом. Он говорит, вот я ставлю какую-то цель, стремлюсь к этой цели, и когда я достигаю, я наслаждаю этим результатом. И вот это есть для меня ощущение счастья. То есть, для человека, который занимается служением, и соблеводит туда, своего служения. Это настоящее счастье. И два последних стиха еще. «Если кто из вас, 26 стих, думает, что он благочести, и не обыдывает своего языка, обольчает свое сердце, у того пустое благочестие». «Знаете, вчера вечером, мы с женой поехали в супермарки, и закупались, и часто купили еду. И такая паша, ее увидели, о, вкусный, взяли, в тележку погрузили, когда продукты кладут, сверху крышечку продавили. Знаете, такие крышки, как алюминий, такая пленочка. Вот, ничего страшного, приехали домой, его проводили, поздали. Вот, сегодня, давайте, даем по завтра, вытащим еморт, открываем его, и вы знаете, что я там увидел, он не был пустым, там был такой плесень, все, выходил из плесень. Я подумал, только-только задавили, буквально чуть-чуть, вы знаете, и уже начинает открываться плесень. Что это значит? Человек, как бы, целостное создание, и когда у него получается, какая-то проблета в его жизни, вот, какая-то, костно-конфорция запомнил, сейчас ланя, да? Постепенно, туда что-то проникает, и он ленится, уже почти, 20 человек почти погибло после крушения этого ланя. Вот, то же самое, в жизни человека может быть. Вот, он вроде в церковь входит, вроде перед Богом, но вот, какой-то, какая-то проблета его жизнь, ну, всякие вирусы, да, вот, привыки, покрыли, да, это может быть по-плохим. И вот, если конкретно, вы знаете, того, пустое водочистие. Я слышал одно свидетельство, один бывший блог с Антонием покровился, и вот он рассказывал, говорит, что однажды, между очередными сроками, двадцать семьями сидел, сегодня я забрал срок, между очередными сроками, так и сразу, он говорит, я зашел в хранебус, в Ростове, такой, после вечера, возвращаюсь домой, и смотрю в конце, где-то либо состоит девушка, и ее сумка, я думаю, сейчас, как бы работа на первом месте, подхожу, к этой девушке, аккуратненько, встал, он, аккуратненько, профессионально, пошелек, и сумки, и вот, оттихо, спокойно, отворачиваюсь, открываю, мне еще советский сроки набрал, открываю, пошелек, и это пошел кусток, и там получил пять копейник, на дорогу, на автобус, и говорит, меня это очень сильно удивило, и он говорит, я надеюсь, что делал, я вытащил двадцать пять сроки, положил кусток, и положил мне обратно в сумку, и как бы, пошел двадцать двадцать, то есть, представляете, у человека пустое благочестие, он не внешне, он кажется благочестивым, а когда Бог заглядывает, он просто пустота, как это пустое, как это пустое, как это пишет. И последний, стих, чистый, непороженный благочитель, или Богом и Отцом, есть то, чтобы презирать сирот, и долг, и оскорбят их, и хранить себя. В этих словах, то есть, и сегодняшняя наша школа закончится.